Ну, первое, что я хочу сказать сомневающимся, уважаемые коллеги, не в обидовом будет сказано, как человек, работающий с этим плотно всем офисом уже какой год, нечего на зеркало пенять, извините меня, уважаемые коллеги. Я пойду, может быть, на этот эксперимент когда-нибудь, я покажу те заявки, которые к нам приходят, чтобы вы убедились в том, что это стыдно, убого, и жаловаться можно здесь только на себя. Это первое. Второе. Что касается разговоров об откатах. Уважаемые коллеги, не знаю, знаете вы или нет, но во время приема заявок на конкурс у нас в офисе работает аудио-видеозапись. Мы ведем запись всех разговоров с нами, с нашими сотрудниками, когда к нам приходят заявки. Поэтому в любой момент мы можем вам продемонстрировать, что в нашем случае попытка продолжения отката невозможна, потому как мы выгоним просто в этот момент человека, и все. У нас висит камера, ее видно, и мы считаем, что это на самом деле правильно. Я бы многим коллегам посоветовала так поступить, потому что, конечно, взаимные обвинения, бреки. И надо же вот еще что понимать. Конкурс, это все-таки, ну, до известной степени, все-таки при работе экспертов в нескольких уровнях, все равно это, как бы сказать, соревнования, да, это соревнования идей, соревнования за лучшие идеи. То есть я не могу сказать, что это однозначная, скажем, борьба совсем плохих проектов, совсем хорошими. Это, естественно, соревнования за качество. И, безусловно, то, что отбирает экспертная комиссия, потом вторая, потом третья утверждающая, это, конечно, до известной степени их решение, это их выбор и их представление о лучшем качестве. И, конечно, те, кто, так сказать, не попадает в эти рамки, не попадает в победители, вправе, в общем, расстраиваться. Но тут, к сожалению, коллеги, конкурс есть конкурс. Это так же, как конкурс красоты, например. Но ничего не поделаешь, да. То есть все-таки жюри выбирает то, что кажется наиболее эффективным по целому ряду критерий. И еще один очень важный момент, который мне бы хотел сказать всем операторам. Уважаемые коллеги, разговоры с нами, как с оператором, о том, что почему этот банк, почему столько документов, а давайте мы откроем в другом банке, у нас банк хороший и так далее, это ничего, кроме затяжки времени и ущерба для вас не наносит. Мы не можем поменять условия конкурса, они таким образом сформулированы администрацией. И поэтому давайте не тратить на это силы и время, давайте все-таки тратить время на собственную подготовку. Еще раз всех призываю к тому, что призываем каждый год, приходите к нам заранее, приходите к нам уже сейчас, еще до объявления конкурса, не теряйте время, потому что страшные очереди в последние два дня. Дело в том, что нас не пугает очередь, нас пугает, что если вы пришли с хорошим проектом, замечательным, но там что-то неправильно собран, какой-то технический документ, мы не имеем права принять, а у вас больше нет времени подать. Это обидно, это реально очень обидно и для нас, и для вас. Поэтому у меня ко всем предложение, все-таки давайте постараемся почетче по организованию работать. Уверяю вас, мы всегда придем вам на помощь. И еще раз хочу сказать, что у нас зреет мысль о том, чтобы составить некий, не то чтобы черный список, но во всяком случае у нас есть, и у моих коллег, мы сейчас об этом говорили, и у других операторов, есть организации, которые, ну скажем так, не в состоянии, мягко, корректно говоря, читаться по деньгам, которые они получили. Уважаемые коллеги, это государственные бюджетные деньги. Это программа, которая очень ценна для нашего общества, потому что для некоторых организаций это едва ли не единственная возможность вообще говоря работать. И государство идет на это, оно выделяет нам эти деньги, и эти деньги должны пойти не в карман, а на проекты. И когда мы, к сожалению, наблюдаем попытки шельмования внутри этой программы, нам представляется это опасным, как даже не с точки зрения разворовывания денег, а с точки зрения идеологического урона, который наносится и сам репутацией неправительственных организаций, и репутацией всей программы. Поэтому убедительная просьба, будьте внимательны при составлении документов и при уверенности в том, что вы в состоянии отчитаться.